Супер редкие монеты и наборы. Какое состояние и разница может быть очень колоссальная по цене, да? Очень крутая технология. Наверное, десятки тысяч долларов. Ну, конечно, класс иметь такую в коллекции. Мы отправляемся навстречу коллекционеров в Киеве на Нивке. Вы увидите супер редкие и дорогие монеты Украины. Узнаете, сколько они могут стоить. После чего я поеду в гости к художнику и коллекционеру Константину Шаповалову. Он покажет мне свою мастерскую и просто невероятные картины. Я кое-что себе прикупил. Вы на канале Фартовый Коллекционер, а это значит, что в этом видео будет фартовый конкурс. Я разыграю вот такую монету передовая, с бесплатной доставкой. Это очень яркая и красочная монета. С каждым днем она дорожает. Хоть тираж и 45 тысяч, но монета очень быстро расходится на подарки военным и медицинским работникам. Кстати, партнер этого видео как раз сеть магазинов профессиональной медицинской одежды по всей Украине. Высокий уровень защиты медработников в Украине это очень важно, особенно сейчас в наше время. Ребята на рынке Украины более 10 лет эксклюзивно представляют бренды одежды Cherokee, Dickies, Grey Anatomy. Их магазины можно встретить в Киеве, в Одессе, в Харькове, во Львове. Ну и конечно есть интернет-магазин. Лично был у них в магазине в Харькове, так как эта одежда заточена на качество и очень комфортна не только для медработников, а и в повседневные носки. Ссылка на сайт будет в описании. Условия участия в конкурсе очень простые. Написать комментарий под этим видео и быть подписчиком моего канала. Так что поставьте на паузу, подпишитесь, если еще не подписаны. Сделали? Ну что, поехали! Тематики очень разные. Это и фарфор, и фоляристика. Кто-то занимается копом и тоже есть из чего выбрать. Но меня лично интересует тема монет Украины. Много кто выставляет юбилейные монеты Украины. Плюсы таких встреч, что можно вживую посмотреть монеты и их состояние. Очень важно, если собирать юбилейные монеты Украины, посмотреть, какое состояние. И разница может быть очень колоссальная по цене, да, какого вы хотите. То есть еще одно. Еще одно. Можно будет тот же принцип, как плантарская Россия. 2001 год, получается, это еще они формировались в мешках, выходили. Потом, после 2004 года, начались уже капсулы национальным банком размещаться. И состояние было гораздо получше. Сколько может такая стоить? Ну, разница вот от этой раза в два, а от этой раза в три. Ну, я не понял, попросил посмотреть. Вот это уничтожено уже. Вот это плавно, на кислоту разъедено. Вот это то, что обычно входит в рубашку. То есть бывает, что у меня подписчики говорят, купи у меня монету юбилейк. У меня две гривны есть. Я говорю, они мне присылают, а я говорю, ну, 50 гривен. Говорят, почему? Она же по каталогам 300. Я говорю, потому что она была у вас в обороте как-то. Я не знаю, как вы ее вообще, где вы ее нашли, к сожалению. Если я взял коллекцию, я уже не стал вынимать. Ага. Присыл капсул. А не меняйте. Смотрите, у меня, иногда говорят, что я вообще сторонник, чтобы перекладывать. Потому что расплавляется вот эта штука, прилипает к полю. То есть есть... Там иногда жирный выпад появляется. Да, да, ободочек вокруг. У меня есть несколько монет, которые вот так сделали. Я понял, что надо перекладывать стараться при возможности. Нет, ну смотрите, от него, конечно, меньше, видно, что это типа жира. Монета сама целая, но это типа жира. Тем более, если ее на свежем воздухе, где-то на солнце, не дай бог, попадет и прилипнет просто к себе. Технология просто класс. Вот это вот... Вот возле, кстати... Очень крутая технология, когда специальное патинирование, да? Ну это серебро, а это не характерно для никуда. В основном это у нас серебро. Вот они в серебре, на роду, десятка монет уже сделали черного цвета, хоть и нет. Оксидирование, вернее, называется технология. Есть в продаже и обиходка, и годовые наборы монет Украины. Ну, конечно, грустно смотреть на наборы, которые лежат прямо на земле. Ведь любой дождь и грязь сильно меняет стоимость подобных наборов. Можно встретить и супер редкие монеты и наборы. Давайте покажу. 5 копеек. 1994 года. Тосты заготовки. Смотрите, набор. Значит, с серебряным жетоном. Вот. Контакты владельца у меня есть. Так что, если хотите такой набор или 5 копеек на толстой заготовке, пишите мне в инстаграм или на почту. После встречи коллекционеров я отправляюсь в гости к художнику и коллекционеру. Ну что, поехали? Мастерская художника. Мастерская художника. Как она выглядит на самом деле? Это кто у нас? Это кто у нас? Украина советского периода. Украина советского периода. Просто легкая. Скажем так. А эта работа была? Это чья? Зюбан. Народный художник Украины. Иван Зюбан. 85-й год. А чего написано? Такая легкая акварель, что ли? Акварель. Акварель. Такие большие акварели я, кстати, не видел. В том-то и дело. В том-то и дело. 67-й год. Чигадар. Вот, кстати, да. Он стоит на торгах. Периодически там Чигадар. И вот Зюбан тоже. Вот это с этого аукциона, который был. Вот там несколько было осталось. Вот Зюбан 88-й. Тоже подпись. Коробки пасутся называются. Ага, я смотрю так. Немножко размыто. Обычно, ну, сдалека надо ее повесить. Где-то, да. Ну и плюс, конечно, масло более четче. Ну да, там можно масло. А здесь акварель она более такая. А в чем особенность именно акварели? Дома можно размещать. Где угодно. То есть у меня тоже Зюбана в коленце. Поговорить же еще, наверное, нужно какое-нибудь стекло. Потому что все где-то. Зачем? На маленькие работы ставят стекло. Но я против этого. Потому что стекло бликует. Наверное. Стекло немножко прижимает цвета. Немножечко. То есть все равно через стекло ты смотришь не так, как на работу газников. Живая работа все равно чуть-чуть. Но глубина, мне кажется, больше у тех красок. Или у квалий тоже бывает? Нет. Вот. Как говорили, могут быть лабинат. Но посмотреть вот ту работу. Там вообще там все. Вот здесь прям. А здесь чувствуется какая-то перспектива. То, что вы в книге свои описывали. Да, что вот есть. Есть у нас горизонт, перспектива. Крупный, крупный план. Какой-то у нас крупный план. Средний. Средний, дальний план. Дальний. Первый, дальний. Второй. Средний план. Ближний план. Первый, ближний, второй. Ну, короче. Ну, здесь вот это мы видим. Крупный план наш. Или вот это вот оно. Передний план. Потом крупно-средний. И там дальний. Да. Да, да. Я прям так на камере. Она даже показывается очень красиво. И легкая. Такая легкая рама. Добавляет, мне кажется, даже в стоимости. Когда хорошего, когда что подобранное. Ну, конечно. Это тоже вот остался. Он остался с... Не куплен. А кто? Художник? Романсейский. А какого года это? Ой, это старые работы. Где-то 70-х. 70-х. Ну, а? Подпись такая. ПС, да? Романсейский. Да. Ну, он обычно так подписывался. Угу. Какое-то время. А сколько стоит такая картина? 600 долларов. 600 долларов. И что это на ней показано? Вот как это понять? Авангард. Авангард диск. Авангард тут может... Каждый видит свое? Смесь, да. Каждый видит свои краски. Кому-то это ярко, кому-то это прям мрачно, кому-то как, да? Да. Сажать интерес. А это какой стиль? Это Севастьянов. Ну, это классика. Это реализм. Севастьянов. Севастьянов. Облака, конечно. Вот я сейчас смотрю, как она передается в цвете. Очень круто. Мне нравится, когда облака переходят. Ну, и вот сюда тоже. Это работа очень классная. Кто, кстати, сзади заметил, коллекция, коллекция, семейные награды. Ну, это не семейные. Семейные у меня отдельно лежат. Ага. Вот это чисто часть коллег. Как поживает ваша фоляристика на канале? Вы продолжаете снимать по наградам или уже все отсняли? Снимаю. Снимаю, просто реже немножко. Ну, я сейчас буду уже заканчивать, наверное, с фоляристикой, потому что у меня очень много на времени отбирает. Ага. Сейчас я переключаюсь уже на живопись. Ну, еще месяца два еще будет фоляристика. А планируете что-то новое приобретать или меняться? По фоляристике пока нет. Буду распродавать то, что мне сейчас не нужно. Оставлю только родственников своих. Вот. У меня они есть. Я смогу показать их награды. Вот. Переключусь на живопись только, потому что у меня сейчас большой спрос на живопись. Награда у меня с документами. Это на связиста. Связист, который под бомбежками, под обстрелом. Он связь восстанавливал, когда перебивали. Очень интересно. Иногда он где-то в поле находил немецкую связь. Угу. Вырезал оттуда провод и дотачивал за нашу. Нашу восстанавливал за счет немецкой связи. Это, конечно, невероятно. Вот это его награда, да. Да. И Янтыш. У него еще фамилия такая. И Янтыш. Ну, немножко необычная. А что вверху это? Кто у нас? Это мои работы. Это Федор Захаров. Это вот «Веселости Акро». Это мужчина. А я помню вас. Это тоже. Вы мелькали. Да. А вот это все дальше ваши работы там? Это все. Крымская свита, да. Это вы выставляли, наверное, где-то в этом. Сейчас по музеям она идет. Но 70 работ в Крымской свите. Многие музеи могут в каталоге показать. Это вот, который был каталог. А, это прошлый каталог. Крымская свита, да. А какие сейчас тенденции? Что сейчас люди выбирают? Может, в последнее время, может, приобретали какие-то картины? Что брали? Что брали? Ну, и море берут. Крым берут. И берут пейзажи хорошие. Берут социартовские работы старых художников. Вот на аукционе, допустим, на Тюбан. Уходила Севастьянов и Коган Шац. Вот Коган Шац. Вот это все берут. А сколько работа Коган Шанса? Ну, такая будет 300 долларов будет стоить, не меньше. Ну, это уже после аукциона я обновил. На аукционе она была 350. Угу. А сзади такая знакомая работа? Это же Крихацкий 40-й год. Ага. Потому что я делал видео, то что я видел. А, я думаю, откуда я знаю? Мне кажется, я видел видео как раз. 40-й год Крихац. Что-то из новинок есть у вас тут, что для себя приобретали? Айвазовский? Ну, Айвазовского нет у меня. Ну, я не знаю. Из новинок. Из новинок. Ну, хотя тут много чего за два года. Много чего, да. Мне сейчас очень сложно так. Ну, допустим, вот. Могу показать то, что будет. А, вот эту с немцами работу я не знаю. Видел ты на канале у него? Ага. Ух ты. Не видел. 43-й год. Это карандаш? Это карандаш, графика. Это Гиммлеру было поручено Гитлером сделать во время войны отослать на фронт корреспондентов, журналистов, художников. Чтобы они прямо с поля боя делали там зарисовки. И это прямо с поля боя зарисовка сделана в 43-м году. Купленного в Берлине в букинистическом магазине. Целая папка таких работ нет. Нет. Человек покупал. Там были портреты всяких там офицеров, солдатов. Ну, мне портреты офицеров, солдатов были не интересны. А вот эту работу я у него... Ну, она какая-то в динамике. То есть, есть какой-то прямо динамика. Есть какой-то с поля боя. Смотришь, 43-й год с поля боя. Фиксация самих. Я думаю, что это даже серьезно. Да. Я сделал даже себе несколько таких цветных. Думаю, если кому-то понадобится, то я продам. Угу. Циркография. Фотоксерокс. Да, да. Ну, да. Это что-нибудь более уникальное. В интернете не скачать эти картинки. Конечно. Это серьезная вещь. Вот, допустим, есть циркография у меня. Я буду делать еще... Обзор? Обзор, да, вот. Ух ты. Филипп Малявин, 1905 год. Вот его подпись, 1905 год. Этюд картине «Вихрь» и его года жизни и год смерти 1869-1941 год. Ага. 71 год. Вот такая вот работа. Она сделана чем? Вот русский музей, вот есть штемпель русского музея. Вот. Это графика. График, карандаш. Карандаш, уголь. Уголь. Углем добывалось. Вот это вот я буду делать обзор. Сколько стоит это? Не знаю. Только аукцион определяет. Да, это очень сложно. Ну, я не знаю. Это, наверное, десятки тысяч долларов. Ну, конечно. Класс иметь такую в коллекции. Вот. Так что, ну вот из такого свежего скажем. Ну, это мне очень случайно, скажем, попадаются мне такие работы, потому что на рынке такого нету, чтобы она валялась где-то или там, чтобы просто зашел и купил. Ну, короче. Вау. Коллекция художника начинается с трех картин. Это музейный подход. У меня в музее просят три работы оставьте. Я говорю, почему не две? Они говорят, вы хотите, чтобы у вас в нашем музее ваша была коллекция? Конечно, хочу. Они говорят, так начинается с трех. Что, ребята, у меня большой праздник. Да, да, да. Две работы у меня сейчас. Вы же у меня дома на стене будет размещено Севастьянов. Я заменю, пока поменяю ту картину, которая есть уже два года. она висит. Каждый раз мне это просто какой-то праздник. И здесь, видите, очень много красивейших работ. Можно эту фотографию даже. Вот это так покажу на видео. Это вот Двиттер Севастьянов. Ох, как красота. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Давайте сделаем небольшой флешмоб. Пишите свои комментарии, начиная с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабки в шапку». Тем самым вы участвуете в конкурсе на замечательную монету передовая. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok